есть звук да так что же такое прям мистика какая-то это я выключил звук а кто ты дубль 3 до еще экран задергался просто тут асима вот эти девочки мои любимые которые проходят эти курсы они понимают когда у нас всегда какая-то тема начиналась ритуалами когда мы начинали проводить ритуалы и свет вырубался у многих девочек просто с у меня свет замкнул вырубился когда у нас был самый важный такой момент мы проходили обряды ритуалы и у многих девочек свет вырубился бывает такое я всегда про вас думаю вы всегда мне снитесь спасибо куколка маны видимо какие-то силы не дают чтобы я тебе сейчас через прямой эфир помогла не знаю почему поэтому запишись на курсы которые будут 21 ноября до 21 ноября и мы еще раз сделаем двойной эфир я посмотрю что что не так почему то так и не поменяла свою жизнь две линии жизни одна линия жизни светлая где счастье а другая вот то что сейчас у тебя и судьба предоставляла тебе шанс поменять это и до сих пор есть даже сейчас есть возможность никогда не бывает поздно что-то поменять но тут я не могу помочь тут видишь мистика каждый раз когда тема заходит а тебе вырубается это потому что бывает часто такое что ну я не знаю почему это может быть высшие какие-то силы не дают говорят что они дают оплатить курсы пройти и получить помощь знаете мне не жалко я готова всем просто открыть эти курсы чтобы все прошли мне не жалко потому что у меня помимо у меня слава богу супруг хорошо зарабатывает ни в чем не нуждаюсь и я сама работая на протяжении 25 лет у меня уже образовались клиенты которые постоянно ко мне обращаются и неважно то есть как оплачивает ежемесячно один клиент 50 тысяч евро другой клиент клиентка 70 тысяч евро третья 30 тысяч евро и неважно приму я ее или нет бывает что я просто целую неделю она одна из этих клиентов выжимать все соки мы целую неделю я с ней общаюсь подсказываю направляю ей путь а бывает просто полгода ее нету но они оплачивают так оплачивают потому что когда-то эти клиенты эти клиентки у них ничего не было вот они милая как ты сидели на попе его и боялись что-то в своей жизни поменять и я им помогла я им показала путь я примерно как навигатор то есть моя работа как навигатор вот вы едете машине до набираете навигатор навигатор вам говорит так через 300 метров вам нужно повернуть налево 500 метров направо и вы идете то есть я как навигатор но я как навигатор показала тебе твой путь это не выбрала но бывает такое звук есть яночка да отлично всегда так у кого по моим никогда не поздно поменять своей жизни что не опускай руки главное не отпускай и 21 ноября я когда распутаю 21 ноября я тебя жду в закрытой группе что все зависит от тебя так на чем же мы остановились да про ралиф профилович и вот он пять шесть километров по полям по лесам зимой ходил в эту школу русскую в эту русскую школу я когда это увидела я шоке как так а в лесах то волки медведи а медведи еще в этих лесах не же могли съесть просто этого ребенка ребенок мог замерзнуть в 30 градусный мороз но с ребенком то не произошло это и вот этот ребенок из такой деревушки каким стал великим могущественным потому что человек бывает с детства выбирает свой путь есть такие дети есть такие дети про них можно сказать как под счастливой звездой родился выбирают свой путь и идут без помощи таких людей как я то есть они сами выбирают свой путь и идут а есть такая категория вот не верят себя не верят потому что вот в этой деревушке там на когда экскурсовод показывал вот тут один стал алкашом здесь один стал алкашом так и это 30 лет одного там пристрелили там вот этого 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 потому что люди которые становятся такими они сами выбирают себе путь никто не судьба а сами либо ты идешь вот на пролом лбом сквозь стену прошибаешь на пролом идешь получаешь вознаграждение от всевышнего и свое всевышний всегда помогает таким людям либо же ты закрываешься в этой норе своей как сурок находишь какую-то зону комфорта и боишься что-то в своей жизни менять и все откладываешь завтра завтра на послезавтра потом еще на полгода ты себя кормишь постоянно саму себя обещаниями ты говоришь я вот даю обещание я даю себе слово что я со следующей неделе начну ходить в портзал я начну худеть если тебя не устраивает твоя фигура твой вес ты себе обещаешь это либо ты говоришь что все с меня хватит я не могу больше терпеть его я не могу с ним жить больше я вот уже со следующего месяца расстанусь с ним но он уже тебя сел в мозг он из тебя зомби сделал он тебе говорит да кому-то нужна ты никому не нужна да ты больна я внушает себе ты никому не нужна ты больна кроме меня меня ты никому не нужна ты ходишь лишь ну да конечно съедает тебя ты эмоционально выгораешь и ты идешь по улице ты говоришь софия но я вот иду меня правда никто не замечает но меня ни один мужчина не смотрят я как моль я как тень я боюсь что я с ним расстанусь я так и состарюсь одна как моя мама как моя тетя как моя сестра потому что вокруг тебя еще такие есть несчастные одинокие люди и у тебя страх игруш я боюсь я боюсь это терпишь терпишь и терпишь вот живешь пустую нести в человеком так и ломаешь свою жизнь что тебе внушили ты не нужна тебе горды не нужна никому ты больна когда хочет уходит из дома когда хочет приходит он ничего не дает тебе а многие девочки находят себе силы и меняют все это не ленятся убирают этот стопор ленивый мозг проходят мои курсы совершенствуют и меняют свою жизнь спустя вот сегодня сколько девочек у меня онлайн проходили градусов это благодарность бы не вы просто я бы до сих пор выжила бы с этим ублюдком я бы до сих пор жила бы была бы вот этой жертвой но это благодаря вам я стала такой про этих девочек можно кстати сказать птица феникс птица феникс который из пепла то есть зажгла себя сгорела и заново возродилась то есть про таких девочек можно сказать птица феникс который с пепла возродились и кстати у нас 20 ноября куколки мои вы помните да мы в прошлом году встречались 15 ноября потому что мы проходили все эти ритуалы 15 в этом году 21 начинается из 21 мы встречаемся что пройти именно вот этот обряд птица феникс если ты горишь пепле либо в котле пепел котел это когда ты выбрала не свой путь то можно заново возродиться а часто бывает из одного горящего котла она запрыгивать другой горящий котел из другого в третье а потом говорит но только то что потому что это но так суждено так должно быть а так не должно быть так не суждено потому что нужно по-новому заново возродиться а по-другому заново возродиться это обязательно вот только очень важно грала главное правильно пройти этот обряд это точно так же как в школе двоечники есть есть пятерки пятерки до ночники пятерки потому что это нелегкий обряд этот обряд каждый день нужно вставать время вечером и утром вечером и утром из 21 по до конца месяца то есть если пройти правильно эти обряды то можно как птица феникс заново возродиться так смаз лифтинг нет куколка моя смаз лифтинг не делала я на своем горбу никого не тащу я на своей спине никого не катаю я не даю никому вот сюда сесть вот сюда сесть чтобы у меня был такой подбородок чтобы потом бегать и делать эти с массы пасы массы асы нет я просто свободно дышу я четко ставлю свои границы я никому не нарушаю границы и не позволяю свои границы нарушать я никому не позволяю чтобы съедали мою энергию и сама не всегда никому я очень правильно грамотно расходую свою энергию и всегда нахожусь балансе балансе и в гармонии самим собой поэтому но это конечно ваши права верить мне не верить я не буду оправдываться никаких смаз лифтингов ни разу ничего не делала делала только делаю эти уколы красоты биорифтализант называется по моему биорифтализант и кожа у меня как у младенца она очень упругая и даже тяжело руками хватать тяжело руками хватать потому что я женщина и мой супруг с работы приходит каждый раз щечку целует мне меня вот сюда потом отсюда если эта щечка будет сморщенная вялое как яблоко эти губы будут сморщены вялые как яблоко эти глазки будут тусклые вот такие вот ну это мужская природа понимаете мужская природа и против мужской природы не пойдешь как мире животных будет вот это все вялое он один раз это вяло печеное поцелуй второй раз третий раз а потом ему потянет на что-то другое даже несмотря на то что я очень мудра я постоянно его направляю я впереди и иду на 10 шагов он за мной этого недостаточно потому что еще нужно это вот это все даже не для него я это все даю для себя и это моя энергия вести когда мурашек а семочка куколка моя ты же в прошлом году проходила да вот этот ритуал и когда у тебя брат врачи поставили диагноз онкологию и ты прошла этот ритуал и потом брат пошел к врачам и врачи в шоке как это так вот у нас девочка а семая брат болела колоке и она прошла этот ритуал даже никому не говоря и потом брат проходит идет от заново обследование врачи в шоке то есть не одни врачи многие клиники многие врачи поставили этот диагноз и они шоке нету этого диагноза представляете бывает что вот такие чудеса происходят и мужу там должен был должник 50 тысяч долларов или 150 тысяч долларов и не возвращал скрывался и муж уже забыл даже про этого должника а тут этот должник сам появился и вернул деньги то бывает такие у нас у многих девочек чудеса происходили одна девочка помню 10 или 9 лет не могла продать дом она прошла этот обряд ритуал и продала дом но она потом писала голосовые сообщения испугалась что это а вдруг что-то не то а вдруг что-то не так что не то не так все то так 10 лет мечтала продать сейчас продала чего ты боишься так потому что если в нашей жизни что-то бывает порою что вроде бы ты все делаешь так но почему не получается у тебя замуж выйти полина черта беда почему не получается вроде делаешь все тогда следишь за собой ухаживаешь спортзал фигуры диеты и не страшная почему вокруг все вышли замуж а у тебя не получается значит что-то не то надо вот что-то сделать чтобы либо не может рожать проблем никаких нет ни у мужа ни у жены просто не могут не получаются дети не получается по какой причине а причина бывает много если что-то не получается либо в работе за чтобы ты не брался не идет до конца до середины все обрывается тоже что-то не то значит какая-то негативная энергетика какое-то негативное явление и это может быть не от твоей воли может это идет от свекрови может это идет от мамы от родственников от подруги от соседей то есть тут просто у каждой все индивидуально у нас была девочка кстати которая это счастье забрала подруга родственница двоюродная сестра двоюродная сестра вышла замуж счастье забрала этой девочки и эта девочка болела все время девочки куколки мои напомните с казахстана у нас была такая девочка сема ты помнишь с казахстана у нас была девочка на полом замужем было да и она вот на протяжении вот этих пяти шести лет все время болела и когда мы с ней встретились в этом нашем закрытой группе в двойном эфире это ты свое счастье отдала яночка помнишь до куколка милая она не знала по какой причине она все время болеет у нее бессонница у нее депрессии панические атаки страхи да помните как приятно мои куколки я вас обожаю как приятно что вы помните это так вот и которая завязала да она завязала своей двоюродной сестры или кому-то вот этот ремень на свадьбе что-то там не помню что было вы лучше меня помните куколки мои и вот она все время болела она обращалась каким только клиникам не обращалась каким только ясновидящие целители все говорили порча проклятие там эти целители всякие вот эти я не знаю шарлатаны не шарлатаны кто они что они все и говорили порча проклятие врачи говорили вот эти диагнозы а не было никакой порчи не было никакого проклятия не было никаких диагнозов а просто бывает что счастье собирает твою и ты неосознанно отдаешь и вот это же просто тоже как целая мистика потому что эта девочка вышла замуж в другой город очень далеко от этой девочки и в этот момент когда мы проходили этим вебинары эта девочка приехала в гости к своим родителям это пошла я и посоветовала что нужно делать обратно чтобы забрать свое счастье и вот она пошла выполнила все что я ей сказала и на следующий день или через день когда мы встретились это совершенно другая девочка была у нее лицо поменялось у нее цвет кожи поменялось у нее глаза у нее волосы перестали выпадать и вот эта проблема со здоровьем куда-то на ровном месте просто испарилась и все родственники муж муж по-моему да девочки она замужем была и вот вы же увидели эта девочка просто все в шоке как это так за считанные дни у нее все это ушло исчезла испарилась она возродилась как пицца феникс да куколка это бывает что за считанные дни а может быть просто за два-три дня бывает что за считанные дни человек чахнет высыхает чахнет прямо на глазах бывает такое вроде бы встретила не видела неделю на на подругу да бывает такое неделю спустя или месяц спустя потому что это может она не она потому что ее бабушка это точно она то есть человек моментально высыхает а бывает что человек сияет и сияет и сияет с каждым годом все лучше лучше все моложе и моложе про таких еще говорят ведьма есть молодильные яблоки да ведьмам и женщины каждая из нас каждая девочка которая рождается на этой планете она рождается ведьмой женская энергия творит чудеса то что есть у нас это у мужчин но либо ты белая ведьма да ты белая ведьма ты с каждым разом все лучше лучше выглядишь и в твоей жизни постоянно происходят чудеса волшебство ты говоришь как это так я подумала так произошло вот как васим она пошла чуть-чуть прошла этот обряд брат вылечился прошла сделала это должники принесли деньги и муж просто боготворить молится на нее тут много таких девочек ну что они знают все вот эти женские штучки дрючки все эти секретики они все это знают они не ленятся они не категория которые хотят все бесплатно хотят все бесплатно находят отговорки денег нету сейчас я не могу позволить себе или времени нету а кстати когда вот говорят денег нету я не могу позволить себе это я не могу позволить человек себя программирует как вот на вот эту нищету а когда ты говоришь что я могу позволить себе у меня получится я сделаю это и вы всегда программируйте себя на благополучие на счастье на удачи или когда вы смотрите там это листа эти страницы да вот у меня часто пишут я смотрю восхищаюсь вашим путешествием как приятно смотреть но я понимаю что я никогда в жизни не смогу себе позволить этого я никогда не смогу туда поехать мальдивы или там багамы а потому что программируете себя это вы себе ставите такую программу а есть сила есть сила какая-то вселенная которая рассчитывает вот эту вашу программу и дает вам либо же примерно как ангелы да когда вы каждый день ходите жалуетесь скажите как плохо жизнь серая кругом все брачная муж плохой дети достали свекровь ужасная мама тут как я устал как я устал ангел вот тут записывает все ангел говорит так а я кажется вчера это слышал а ну ладно что заказали то и исполню то есть что ангелы говорят что заказали то и исполню ангелы же они исполняют как джинны сказки аладдин так сказка аладдин помните когда джин чика-чика-чика желание это же тоже самое даже не просто так придумана сказка аладдина и ангелы исполняют все что вы а вот и у меня очень много тут девочек которые просто они даже не знали моих способностях ничего просто подписались и вот у меня тут к сожалению нету многих из этих девочек одна девочка помню писала тут многие девочки это я помню первую вашу покупку сумка louis vuitton а у меня тогда вообще в ничего не было у меня я просто даже это вот ела сухари и воду не было денег я без работы ничего не было еле-еле конце с концами сводила софия я посмотрела и так восхищалась как того как вы красиво эту сумку открыли как в эту покупку красиво преподносили открыли я посмотрела гэд подписалась на вас случайно в ленте увидел это видео и сказала что у меня будет такая сумка а потом какой-то наряд я гром не будет и спустя два года у этой девочки все это появилось и сумка и наряды и дом купила себе кстати но хоть в кредит но все равно значит зарабатывает а с кредит в дом купила там хаус там хаус то есть она у нее все это появилось что то это есть люди которые обладают особенные энергии и они благодарны и они понимают что бесплатно не бывает ничего бесплатно не бывает ничего поэтому если ты хочешь в этой жизни что-то получится это то есть как ты получаешь как ты получаешь точно так же ты должна отдать я раньше давала бесплатная помощь бесплатную помощь когда я видела что этой девочке нельзя замуж выходить вот за этого парня и уехать далеко примерно там если она живет в турции а ей нужно уехать в сирию я видела это я говорила об этом но я после этого начинала болеть но и бесплатные понимаете помощь не слышат я помню был случай девочку выдавали сам уж я увидела что если родители не отдадут потерпят два года появится очень достойный парень и она выйдет замуж будет счастлива а вот за этого нет а родители были как это знаете как будто мозг пеленой покрывается как в тумане бывает часто такое как пеленой покрывается в тумане взяли отдали во первых когда я пытаюсь помочь не помогает люди не слышат потому что это бесплатно а потом мне от этого плохо я начинаю болеть и вот так она вышла замуж и спустя там три года по моему это уже приехала домой к родителям не вот это молода красивая жизнерадостная сияющая девочка а приехала просто бабулька с ребенком на руках вся разрушена вся сломанная и все психика жизни этой девочки сломанная понимаете вот бывает такое потому что все что бесплатное она не помогает а если человек оплачивает ждет своей очереди вовремя проходят и вот это всегда помогает во первых я от этого не болею во вторых человек это все впитывает принимает и меняет кредит еще отдать нужно молодец но если она взяла уже раньше не у нее не было ни жилья у меня не было даже денег чтобы купить продукты а тут спустя два года она себе покупает или сумочки луи виттон и шанели и танхаус взяла значит нормально все так когда бесплатно было сто раз одно и то же да что я же сто раз тут в эфире два года три года я бесплатные эфиры вела и много говорила но каждый раз когда я заходила одно и то же а то и то же запи оплатила бип-пакет аленушка куколка моя очень приятно тебя видеть какая ты умница потому что ты совершенствуешь ты меняешь себя свою жизнь и именно вот этот период твоей жизни все решается юном возрасте юном возрасте у многих девочек есть чему поучиться у тебя что на таком возрасте у нашей привычки еще мы приобретаем привычки которые потом в 30 лет 40 лет и уже не мешают не дают мозг у женщины закостенела становится а закостенела почему потому что привычки куколки мои привычки привычка вы утром просыпаетесь идете же зубы чистить на автомате правильно в туалет и идете на автомате и так же вот привычка примерно как у алена который уже вот с этого юного возраста приобретает привычки дисциплину да все у меня сейчас супруг тапочкой кинет меня я с тех пор с вами кефир тапки девочки простите меня мне нужно выйти я вас обожаю у нас есть еще время вы можете успеть со скидочкой оплатить курс потому что после двенадцати ноль ноль скидка заканчивается стоимость уже будет не 5000 а 6000 и вип пакет будет уже не пятнадцать а восемнадцать так если кто-то еще не успел добро пожаловать нашу мафию там мы будем совершенствовать будет менять себя будем менять вокруг все все я вас люблю будьте счастливы пока 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 пока